Спокойная жизнь жильцов дома по улице Дзержинского закончилась около двух лет назад, когда у них появился новый сосед, а вместе с ним и постоянный шум, гам, регулярные алкогольные вечеринки. Все замечания миролюбивых пенсионеров игнорировались. На критику 33-летний сосед Вячеслав реагировал своеобразно. Говорят, соседи почти шепотом боятся мести. Колеса в автомобилях прокалывал. Ситуация оказалась патовой, однако в безвыходном положении оказались не только добродушные жильцы, но и сотрудники ЖЭСа номер 4. А дело вот в чем. Сегодня будем производить выселение должника Трофимука Вячеслава Александровича, который проживает по решению горосполкома в жилье коммерческого использования по адресу Дзержинского 9, квартира 8. По решению горосполкома в 2015 году было предоставлено ему это данное жилое помещение. До настоящего времени он не был зарегистрирован в нем, соответственно все коммунальные расходы выставлялись ему по полному возмещению. В настоящее время долг перед коммунальными службами и городом является в динаминированных рублях 3000 белорусских рублей. В момент выселения в уже ничьей однушке многолюдно. Судебные приставы, участковые, коммунальники, журналисты. В общем все, кроме тех, кто должен быть зарегистрирован в неприватизированной квартире. Вячеслав, его мать и брат. По факту здесь проживали два человека. Главный злостный неплательщик и его девушка. У молодой семьи скопился приличный долг и за коммунальные услуги и за аренду. Предупреждали их не раз. Просили погасить задолженность, но этого так и не случилось. Решено выселить Трофимука Вячеслава Александровича из квартиры номер 8, дома 9, полюси Дзержинского в городе Бресте. Без предоставления другого жилого помещения. В рисковом заявлении Купыш Рео города Бреста указал, что на основании решения Брестского городсполкома 3 сентября 2015 года с ответчиком был заключен договор найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда. Квартира 8, дома 9, полюси Дзержинского. Ответчик не производит оплату за пользование жилым помещениям и жилищно-коммунальным услугам. С вещами на выход вот только вещей почти нет. Вся мебель и техника, за исключением телевизора и посуды, принадлежит старым хозяевам. А потому необходимость конфискации имущества не возникла. Суд был категоричен. Его решение выселить без права предоставления другого жилья. Работники ЖЭСа уже заварили дверь. А как и где отныне будет жить молодая пара, неизвестно.